Вот так мы сегодня идем в садик. Да? Доброе утро, скажи всем. Ну, сейчас я сниму. Садики снимешь? Ну, так а зачем ты вот это с собой вообще берешь? Мама. Это ж как бы этот... Атрибут болельщиков. Какую берешь? Ну, бери. Все, давайте скоренько. Времени осталось немного. Кирилл, ты забыл. Уже 35 минут. А мама сегодня идет на электричку. Но для этого мне нужно дождаться мужа, да? Чтобы отдать ему вот это вот сокровище, которое жует печеньку. Да? Да. Всем привет, мои хорошие. Ну, как вы видите, я в больнице. Хорошее начало видео, правда? Ну, сегодня у меня уже гораздо лучше. У меня еще немножко температура есть. Короче, вчера я загремела в больнице. Утром позавтракала. Пошла на курсы. Вот. В 10 часов меня так прихватил желудок. У меня болело все. И живот, и спина. И это все спазмировало. В общем, это было ужасно. Но не так ужасно, как потом. Сейчас это уже весело, но вчера было грустно. Короче, я отпросилась и поехала на поезде домой. Позвонила Стасу, говорю, встреть меня. Он вчера еще дома был, потому что Анька заболела. Вот. И говорю, встреть меня. Поедем, говорю, к нашему врачу. Говорю, давно в желудком собирались. Оттуда, говорю, так спазмировала. Прям не могу. Поехали мы к нашему врачу. Пока я, в общем, ждала, что она придет ко мне, то у меня оно разболелось еще сильнее. Так что я ни дышать не могла, ни сидеть, ни лежать, кроме как постановать и пытаться поддерживать свое дыхание. В общем, она сделала мне УЗИ. Говорит у вас, подозреваю, говорит, что камни в желчном. Один из них начал двигаться. И поэтому, мол, такие боли. В общем, вызвала она мне скорую, и я приехала в больницу на скорой. Посмотрела скорую изнутри. Тоже весело. Вот, санитары были очень вежливые. Конечно, все на высшем уровне. Не знаю, я в наших скорых ездила и не раз в Украине. Поэтому, мол, есть с чем сравнивать. Все комфортно, все удобно. Мне сделали кровать так, чтобы мне было максимально удобно. Там подсоединили системы. В общем, все дела, катетер там вживили в меня. Хотя я особо не помню происходящего. Было слишком больно. Но привезли меня в больницу. В приемном отделении у меня там тоже куча крови взяли. На все, не знаю что, но во мне сейчас 7 дырок, чтобы вы понимали. Они не могли во мне еще и вену найти. У меня что-то вены позападали. Короче, сделали мне УЗИ. Врач меня всячески прощупал. В общем, пришли они к выводу к тому, что да, у меня много маленьких камушков в желчном пузыре. И один из них где-то двигается. И вчера они приняли решение, что сегодня они мне будут делать кастроскопию, эндоскопию. И, короче, они запускают контраст в желчевыводящие пути. И будут искать, где этот камушек застрял. Как вы видите, эту процедуру я уже стоически перенесла. Ну, в принципе, что стоически. В общем, меня усыпили. Я, конечно, очень боялась этой процедуры. Знаете, всегда думаешь о самом худшем, а вдруг не проснешься. Но проснулась. Вчера у меня вечером еще раз был спазм сильный. Ночью, конечно, меня на системах держали всю ночь. И ночью я, наверное, раз в пять в туалет ходила. Ходить здесь очень далеко. И, в общем, я не выспалась, конечно. Но зато вот час длилась эта вся процедура. Меня усыпили. И, вы знаете, такой крепкий сон был. Проснулась я, конечно, тут неприятные ощущения во рту. Такое, не знаю, что-то горькое такое, дикое. Мне нельзя было еще час ни есть, ни пить. В итоге я вот вчера в пять вечера покушала. И сегодня в одиннадцать уже аж ела. Но, в принципе, оно, когда болит, не сильно-то и хочется. Мне принесли покушать для человека, у которого болит желудок. Это самая лучшая еда. Чай, хлеб, колбаса, сыр, йогурт. Это масло. Пожалуй, я откажусь. Вот воды хотелось, но нельзя было ни пить, ни есть. В общем, ничего нельзя было делать. Да, сегодня я уже гораздо лучше. Завтра, скорее всего, меня выпишут, если у меня будут хорошие анализы. Сегодня мне еще раз сделали УЗИ, посмотрели, что у меня как. Конечно, тут обследовали в хвост и в гриву, я вам хочу сказать. Хотя у меня не частная страховка. Я не знаю, что они там делают с приватной страховкой. Может быть, вообще там томограммы какие-то делают. Но у меня и крови этой набрали, наверное, с пол-литра. И голова немножко болеет, у меня температура со вчера. И всякие вот эти вот цинограммы и электрограмму сделали. В общем, и сердце проверили, и давление три раза в день меряют, температуру три раза в день меряют. Кушать приносят. Но я, правда, здесь не ем, потому как у них явно не диетическое питание. Вообще они о диете здесь не слышали. Там черный хлеб, колбаса, сыр, масло. В общем, сегодня мне принесли курицу с соусом карри, кофе. Это мой сегодняшний обед. Курица, карри соус, йогурт и картошка с морковкой. Вот, все типа этот вот лактоза фрай. Ну, должно быть кофе, но кофе нету. Ну, ладно, можно пойти чаек сделать себе. Курицу я есть точно не буду. Спасибо им большое. Ну, в остальном вот такая вот диетическая еда. Я не знаю, тут, короче, не запариваются об этом. Вот у меня тут соседка, которая... Сейчас я, правда, здесь одна, но вообще у меня две соседки. Сзади и здесь. Но одну уже раньше увезли на операцию. Ну, плановая операция у нее по удалению желчного. А вторую вот только что забрали тоже у нее. Ну, у нее экстренное удаление, потому как она вчера, конечно, бедная настрадалась. Ну, и я настрадалась вместе с ней, потому как она мне не давала ни отдыхать, ни спать. Ничего. У нее были боли, и тошнило, и рвало, в общем, и стонало. Она тут и плакала, и кидалась, короче, и на стены лезла, бедняга. Сегодня вот я и удаляю этот желчный полностью. Но, в общем-то, новости у меня тоже как бы не очень утешительные. Завтра я еду домой, но сегодня приходила хирург, и они будут назначать мне термин. Мне нужно удалять желчный пузырь, потому как в нем очень много вот этих маленьких камушков, и он мне будет доставлять и дальше вот такие вот боли, да. Поэтому они приняли решение о том, что они будут его удалять. В больнице ездит стеклянный лифт. Один из четырех. Один из четырех. Ты это знаете, я вчера утром себе распечатала выкройку, купила МК у девочки, мастер-класс по текстильному чайнику, да, и утром еще перед тем, как шла на курсы, распечатала себе ее, думаю, приду и займусь своим любимым делом, вот, сошью наконец-то себе этот текстильный чайничек. Но, как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает. Вот, так выглядит моя помада, помада, палата. Это мне муж принес цветочки. Вот, и здесь стоит моя кровать, здесь была еще одна, и здесь еще одна кровать. Вот, но их, как я говорю, уже увезли. Вон там вот стульчик, видите, если ты не можешь ходить в туалет, ты можешь на такой стульчик сходить. Раковина, шкафчик, там тоже что-то есть. Вот кровать, подушка, все чистенькое, непорватое, очень новое. Как видите, я не забрасываю свой немецкий. Это вот столик, он как бы для еды. То есть ты поднимаешь, опускаешь. Здесь вот железный такой шкаф, там внизу мои вещи, здесь вот полочки две. Воду дают, ну, сейчас мне принес бутылку воды, поэтому пусть будет. Это вот такой пультик здесь, свет регулируешь себе. Вот это кнопка вызова, приходит медсестричка, то есть резетки рядышком. Это вот что-то кислородное здесь, лампа наверху. При том, что свет ты включаешь себе вот здесь вот. Что еще у нас тут есть? Вот телевизор есть. Можно смотреть для этого. Вот здесь вот наушники нам даны, потому как он, естественно, без звука. Дальше что у нас здесь есть? Вот колясочка стоит. Если куда-то надо, тебя отвезут. Стол есть, пожалуйста, если хочешь, можешь за столом посидеть. Часы распятия, это вот стерилизатор. И там вот шкафчик, там сразу все есть. И перчатки, ну, все для медперсонала. Перчатки там всякие для системы, вот эти вот штуки. У меня, видите, с катетером как бы. Вот это вот все одноразовое, и всего там полно. Также есть такие прикольные штуки. Я вам покажу сейчас. Я, слава богу, у меня нету. А тут вот есть, это вот, это для, если тебя тошнит, ну, рвет, такие одноразовые штучки. Вот, есть вот такая вот одноразовая. Ну, мало ли там мусор сложить или еще чего-то. Ну, вот эту вот воду они выдают. Я продолжаю удивляться. Мне вот приносят таблеточки в таких одноразовых стаканчиках. Выпил, потом мусор выкинул. Блин, ну, а мне жалко, реально. Заберу домой, пусть мало играются. Ну, стоит вам еще, наверное, туалет показать. Вот здесь такая душевая кабинка закрывается. Здесь вот есть все от подгузников до прокладок. Вот наверху это прокладки, подгузники, всякие пеленки, перчатки, бумага, антисептик, ведро, унитаз, видите, с поручнями. Вот, я пришла немножко покупаться. Мой завтрак сегодня. Ну, еще банан, но его здесь нет. Все, я иду домой. В целом, я пробыла со среды по пятницу. Ну, в среду там я в обед поступила, и в пятницу в обед меня выписали. Все, мы идем домой. Нет, не домой. Ну, не домой, да, нам надо сейчас поехать к моему лечащему врачу, потому что сегодня пятница, а она должна мне выписать таблетки. Она работает до часа. Она работает до часа, да, и полдвенадцатого уже, в общем, мы спешим как можем. За пребывание в больнице я должна буду заплатить 30 евро. Но счет нам придет домой. Нет, не нужна будешь. Наша цигна это точно покрывает. А, ну, у Стаса есть, да, вторая страховка, поэтому что-то из них нам покроет. Нет, это 100% покроет. Да, рабочая страховка, поэтому, в принципе, вообще ни копейки не платили. Ты сюда поступаешь, как в отель. Единственное, за что Стас платил, так это за парковку. Как в день? Да. В общем, приключения продолжаются. Были мы у врача, она посмотрела там мой диагноз, выписала мне кучу таблеток. Я должна буду принимать по 12 таблеток в день. Ну, 12 таблеток, подожди, это только 14 таблеток в день. А оказалось, что у меня есть вот этот вот хеликобактер, и это он мне всю жизнь не давал, не давал мне жить, короче. Я имела проблемы постоянно с желудком. Внушила в меня надежды, что я пропью курс и буду абсолютно здорова. Короче, назначили мне термин уже, оказывается, в больнице. На удаление. Да, на удаление желчного. Это будет 2 августа. И 31-го я должна буду прийти там побеседовать с врачом. И за неделю до этого я должна буду пройти обследование у своего хаус-арста. И выявили, в общем, у меня еще гипотиреоз латентный какой-то. Но она сказала, это нужно еще проверить через месяц. Потому как, ну, возможно, это у меня просто минутное помутнение было. Через месяц я пройду УЗИ, еще раз анализ. Ну, если оно подтвердится, то она, естественно, назначит таблетки. Пока так. Едем домой. Едем в душ. Не было бы счастья, да несчастья, по-моему. Да, вы знаете... Зато полностью по повсюарительной системе ты, наконец, обследовалась. Это правда. Это правда. В Украине я пыталась пройти, ну, вообще обследование. Но так как у нас это все так разбросано. Ты идешь к одному врачу, он потом, несмотря на никакие анализы, тебя к другому врачу назначают, там на тебя уже положили большой крест, им вообще все равно. А так получилось, что Вселенная помогла. За преднятой фактически. Сколько тебе раз УЗИ сделали? Раза 4 или 5? Да, здесь УЗИ делают не так, как у нас, там, каким-то допотопным аппаратом. Здесь меня смотрели очень долго, пригласили там и какого-то одного врача, потом второго врача. Мне за один сон сделали три разных процедуры. Это и гастрит, и гастроскопию, энтоскопия, и еще там... Рентген с контрастом, и внутреннее УЗИ изнутри. Меня обследовали в фостгриву. Да, выявили, все же могли выявить. Кровь мою проверили на все, что только возможно. Видите, и как бы, оказывается, и гормоны еще и проверили в крови. Выявили вот то, что есть такие сейчас отклонения по щитовидке. Короче, если честно, я осталась довольна. Потому что я бы никогда не собралась пойти на такое жесткое обследование. Да и как бы, знаете, здесь без причины не принято обращаться. Надо было бы как-то обращаться с причиной. У меня были там боли в желудке. Я уже написала себе там целую... Как это? Подсказку, да? Подсказку, что я должна вот сказать врачу. Но за день до этого вот случилось со мной такое. Да, вы, собственно, собирались в пятницу идти к врачу жаловаться и обследоваться. А когда в среду тебя скрутило. Ну да. Организм решил, не буду ждать до пятницы. Сделаем причину более серьезной и срочной. О да. Поэтому, да, это внушает мне надежду. Девочки, вы, конечно, не поймете меня, почему я радуюсь. Но я радуюсь этому, потому что у меня всегда были проблемы с желудком. Это урезало мой рацион. Это дает хотя бы призрачную надежду на то, что после этого, как ты пролечишься, ты сможешь расширить свой рацион и улучшить качество своей жизни. Это да. Раньше я питалась как бы нормально, и у меня не было проблем. И тут, как там, кроме аллергии на яйца, но это можно пережить, вы знаете, это как бы не проблема. Вот. А так как, возможно, вот эта вот бактерия, она мне не давала жить. Я очень рада, что я прошла через это. Теперь я полна оптимистических надежд. Продолжение следует...